Человека, который в буквальном смысле слова взорвал незаполненные, от них незаполненные трибуны Джо Луис Арена. Тацуки Матида. 91-18. Почти 8 баллов своему личному рекорду японец добавил в короткой программе. Не могу сказать, что программа на меня произвела такое же впечатление, как и программа Джейсона Брауна. Но исполнил ее Матида, конечно, на высочайшем уровне, что и отразилось на оценках. Не единой практически по марке и уверенное лидерство на первом этапе Гран-при. В прошлом сезоне, к слову, Матида был в финале Гран-при, но, правда, занял там лишь только шестое место. Вслед за трио соотечественников, а также Чаном и Фернадосом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Вот так выигрывают этапы гран-при. Кацуки Матидо, обладатель первого места на американском этапе гран-при на скейт-америко, ну да, ставил человек в прошлогоднюю программу «Жар птицы» Игоря Стравинского. И в прошлом году попал в финал гран-при. К слову, знаете, какой результат был у Матидо по итогам прошлогоднего финала, который проходил на Олимпийской арене в Сочи? 198,63 по сумме двух программ. Сейчас он что-то похожее наберет за произвольное и получит феноменальные лучшие баллы в карьере. Снова, если мы посмотрим сейчас на трибуны Джо Луис-Арены, то обратим внимание, что далеко они не приполнены, но не будем все же недооценивать. Американскую публику, как ни крути, Джо Луис-Арена вмещает несколько больше 20 тысяч человек. Так что вот эти далеко не переполненные трибуны, это, наверное, тысяч на восемь-то потянет вот та публика, которая собралась сегодня в американском ледовом дворце. То есть не такая уж и плохая посещаемость у нас, в самом случае, на Хадынке на том же этапе гран-при было не намного больше, но не потому, что публика не интересуется фигурным катанием, а потому что билетов практически не достать. Я думаю, если бы захотели, то Хадынское поле бы запомнили фанаты и полагаю, что на малой спортивной арене, где пройдет российский этап гран-при нынешнего сезона, тоже будет немало будных мест по той же самой причине. При том, что МСА вложника вмещает значительно меньше зрителей, чем арена на Хадынском поле. Что касается Матиды, уж простите, не трогает. Отличное выступление, чистенько, два четверных тулупа, превосходный каскад Аксель 3,5 тройной тулуп, замечательный каскад в концовке флип-тулуп Ридбергер, причем на флипе арбитрилус материя неверное ребро, все хорошо. Четвертый уровень вращения, не все, правда, одно-второй, но вот как короткое не задевает, так и произвольное тоже оставляет, скажем так, неравнодушным, но без тех восторгов, которые, по идее, могут быть помолченными. Аксельки очень высокие. Тут вообще не придерешься, тут заоблачное что-то на уровне тех соперников, которых мы имеем на настоящий момент. 25 баллов почти Тацуки Матидо выигрывает у обладателя второго места Адама Риппана и суммой в 265 становится победителем этапа с гран-при на территории Соединенных Штатов Америки. 30 баллов почти самому себе образца китайского этапа гран-при прошлого года привозит Тацуки Матидо, 237 было у него в прошлом сезоне, 265 на настоящий момент. Он первый с громадным отрывом и сделал отличный шажок в сторону финала гран-при, а финал, кстати, в нынешнем сезоне пройдет на территории Японии. Если в прошлом году было четверо японцев, почему бы в нынешнем сезоне японцам не сотворить что-то подобное? Что касается Дайсики Токахаси, то с четвертым результатом в финал попасть, боюсь, задача трудновыполненная. Два первых, два вторых. Ну и в зависимости от того, как откатают соперники, можно попасть с третьего и второго, допустим, места. С двумя третьими уже затруднительно. А с четвертого нужно выигрывать оставшийся этап гран-при. Сейчас не помню, на котором выступает Дайс, но и этого может вполне себе не хватить. Итак, очки распределились следующим образом. 15 у Тацуки Матидо, который сейчас начинает давать интервью победителя. Плохо слышу, к сожалению, очень хорошее эхо. Ну, представили нам победителя. 23-летний спортсмен из Японии. А, вы только что мне сказали, что у вас не очень хороший английский язык. Нет, плохо слышно. Вот честное слово. А расскажите нам, пожалуйста, немножко о собственной произвольной программе. Некое противопоставление с Союзом НО поставил в своей произвольной программе Тацуки Матидо. Я честно признаюсь, слышу не очень плохо. Может быть, у вас лучший прием на ваших телевизионных приемников. Кто на週 писал Б rentни, который был Сергей Матидо, Жу轟, Жу家 pine菜-г ситуации. И были случаи для тех, кто было прикрываться Hallelujah chosen100 на меня И мами, они вот люди inherently с именами пухой. Footballỏ не выйдет, platforms поэтому надо учить рыбы. Какие люди считают герой 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 герой? Некий вопрос относительно олимпийских перспектив. Я так не понял, только для Тацуки Матидо или для японской сборной, на что как истинный азиат, как неистинный самурай, но представитель страны восходящего солнца Матидо отвечает, что нужно очень сложно работать и для этого нужно, может быть не хак, может быть ход, но я тоже за счет эхо слышу не очень хорошо. На большинстве соревнований, по счастью, слышно несколько лучше. Победитель, ну, возможны варианты, в любом случае, как бы ни говорил по-английски Тацуки Матидо, и каковы бы ни были его олимпийские перспективы, он, конечно же, большой молодец на сегодняшних соревнованиях. Выиграть в Америке у американцев это дорогого стоит, а обойти до кучи еще и Дайски Токахаси, которого не пустить даже в тройку призеров, это, наверное, для него еще более выдающийся результат. Ну и похоже, что единственное, что нам стоит отметить в этом не очень экспрессивном монологе Матидо, это то, что мы можем сказать ему коничи вау. Небольшие у меня опознания в японском языке, но, во всяком случае, этого вполне достаточно для того, чтобы понять, что Тацуки Матидо пока становится главным претендентом на попадание в финал. Прокаты. Шикарные оценки. Высоченные. Ну а нам только...